Дворец ледового спорта «Айсберг», как и ряд других олимпийских объектов, теперь в оперативном управлении Южного федерального центра спортивной подготовки. Поэтому неудивительно, что церемония награждения самых спортивных сотрудников центра прошла в олимпийских стенах. От этого и волнение, больше гордости. Коллектив большой, дружный, а самое главное физически крепкий. И каждую очередную олимпиаду сотрудники всегда ждут и с удовольствием участвуют. Мы предприятие Министерства спорта Российской Федерации. И кому, как не нам, поддерживать традиции, показать пример не только в работе, а наш коллектив прекрасно трудится, но естественно и в жизни заниматься физической культурой и спортом, и показывать всем пример. С такою солнце светит, Родина моя! Прекрасней сетей, с дознаней, Родина моя! С такого парада команд и началась юбилейная пятая спартакиада. По числу участников она стала самой масштабной, так как штат-центр увеличился в три раза. В спортивных соревнованиях приняло участие свыше 200 сотрудников югспорта. Они играли в волейбол, мини-футбол, перетягивали канат, участвовали в парусной гонке и даже в морской рыбалке в акватории парусного центра Сочи. И все без исключения боролись за лидерство. Большинство соревнований проводилось на стадионе югспорта. Перетягивание каната было очень сложно, по крайней мере для меня. Я до сих пор чувствую боль во всех мышцах. Была возможность и продемонстрировать свои спортивные возможности в индивидуальном первенстве. Некоторые сотрудники Южного федерального центра спортивной подготовки заработали даже по две медали. Две медали – это два первых места в бадминтоне и бросках в кольцо. Не буду скрывать, занимался баскетболом, бадминтоном, так что вот и весь секрет. Команды, занявшие призовые места, и самые спортивные сотрудники были отмечены не только кубками, медалями и грамотами, но и сертификатами на посещение СПА и медико-восстановительного центра, а также другими ценными призами.